МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, может, хватит уже? Я свою меру знаю, женщина. Девки, как же хорошо. Вот вы все тут сидите рядом, а главное молча. Где моё порт, Моне? Надо детям денег дать. Начинается. Дайте вам, на мороженое, на Кока-Колу, на Чупу-Чупу. Спасибо. А ты точно потом не заберёшь обратно, как обычно? Берись, берись, папка добрый. Мать, дай пивка. Какого? Ты же им вчера решил лакернуть. Да, это я могу. Ну, метнись тогда в магазин, будь человеком. Ага, сейчас. Я же тебе говорила вчера, хватит. Ну, ты же свою меру знаешь. Вот женился, блин, не баба, а бензопила-дружба. Ладно, сам схожу. Э, а где все деньги? Вчера у нас прошла операция, а папка добрый. Девки, бегом сюда. Да уехали уже по магазинам, они же тебя знают. Ладно, детям не жалко. Позвони только им, скажи, чтобы мне пивка привезли. Отец! Мам, пап, а откуда берутся дети? Я пошёл. Сидеть. Понимаешь, когда мама и папа очень любят друг друга... Или хряпнули лишнего. Отец. В общем, когда они очень хотят, чтобы у них появился ребёночек... Угу, именно этого они и хотят. Цыц! Они очень просят аиста принести им малыша. Неубедительно, мать, неубедительно. А в садике говорили, что детей находят в капусте. Да, и такое бывает. Если у кого-то есть капустная грядка. Капустная грядка? Мать, ты сегодня прям жжёшь. Может, ты сам попробуешь? Короче, слушай сюда. Когда твоя мамка была ещё ого-го, я к ней там и отца, и оп, срослось. Иди отсюда. Доченька, в общем, каких-то детей приносят аист, а кого-то находят в капусте. Всё, иди играй. Мелочь, ты чё такая кислая? Я спросила у родителей, откуда берутся дети, а они мне так и не объяснили. Да? Сейчас я тебе всё расскажу. Вы гадкие! Но в чём-то она права. Свет, Света! Чё? А поиграй со мной, я занята. А что ты делаешь? Не твоё дело. Ну, поиграй со мной. Отстань. Всё, ты врёшь, ничего, ты не занята. Да чё ты ко мне пристал? Иди в куклы свои поиграй, или чё там у тебя? А я с тобой хочу. А я не хочу. Мам! Понеслась. Что опять случилось? А Света со мной не играет. Свет, ну поиграй с сестрёнкой. Ну, я занята. Видишь, Света занята. Ничего, она не занята. Ну, ладно тебе, поиграй одна. Не хочу одна. Мама, поиграй ты со мной. Да, мам, поиграй с ней. Да у меня дело не в проворот, я занята. Ничего ты не занята. Вы с папой телек смотрите. Ну, так иди с нами. Ну, я хочу играть. Так, всё, разбирайтесь сами. Ну, чё, круто мам всё разрулила. Ну, вот, девочки опять чё-то не поделили. Как же с ними тяжело. А я тебе говорил, пацанов рожай. Их вообще воспитывать не надо. Выпустил на улицу. Кто вернулся, молодец. Хе-хе-хе. Всё, девки, меня не трогайте. У меня футбол. Твою мать. Я собрал вас всех, потому что случилось страшное. Кто-то сломал мой телек. А вот и враг народа. Что ты сделала? А что случилось? Я ничего не знаю. Доченька, не бойся. Лучше скажи, как есть. Я ничего не делала. Ой, не доводи до греха. Ну, правда, скажи. Чё, ты воду на него пролила? Ой, Света. Я в последний раз спрашиваю. Что ты сделала с телеком? Я просто хотела посмотреть в пультик, а телевизор не включился. Это не ребёнок, это наказание какое-то. Ну, не нервничай ты так. Не нервничай? Десять лет он мне верой и правдой служил. Ну, не заводись. Мы с ним, знаешь, через что вместе прошли. Да мы с тобой столько вместе не пережили. Иди, работает твой телек. Не шути так с отцом. Да правда, работает. Я батарейки в пульте поменяла. Всё, детки, и меня нет. Чего он так из-за этого взъелся? Я когда тобой беременна была, у меня схватки начались. А этот сначала футбол досмотрел, только потом меня в роддом отлил. Мне надоело петь про эту заграницу. Пап, а что происходит? А эта дочка к маме приехала, тётя Марина. У-у-у, галтер, милый мой галтер. Ну вот он такой, такой простой. Мне страшно. Крепись, тебе туда скоро идти. Ноченька. Да, мамочка. А расскажи, тёте Марине, стишок, который ты в садике выучила. Да, я помню, как это. Пока все стишки с утрененькой тёте Марине не расскажу, оттуда не выпустят. Там, кстати, тебя зовут. А, ну чего? Свет, а поставь нам что-нибудь из своей музыки. Нафига вам это? Светик, ну как ты выросла? Прям невеста. А мать-ка-то у тебя есть? Ну музыка так музыка. Ну чего вы? Кто же знал, что им понравится? Пап, ну чего ты сидишь и здесь делаешь что-нибудь с этим? Вот вы ни хрена не понимаете. После этих тусовок я могу месяц с Валеркой пиво пить и, мать мне, ни слова поперёк. Мы вернулись из магазина. Доченька, посмотри, какую кофточку мы с Ветей купили. Мам, это свитшот. Да какая разница? Ну как тебе? Только не это. Я хочу такую же. Да что ж, я на своих ошибках не учусь. Но мы же предлагали тебе с нами поехать, ты не захотела. Я мультик смотрела. Но мы же тебе купили недавно много новых вещей. Это всё не то. Но они же тебе нравились. А теперь я хочу такую, как у Светы. Можно не орать, когда я футбол смотрю? Ты его всё время смотришь. Вот всё время и не орите. Что за поток? Младшая хочет кофточку, как у Светы. Пап, ну купи. Да я вам деньги печатаю, что ли? И вообще-то это свитшот. Прекратить тратить деньги на слова, которые я не понимаю. Ладно, это кофта. Ну вот и носи её. Молча. А ты хочешь такую же? Угу. Ну вот и хоти. Молча. А ты чего? Молчишь? Молчу. Ну вот и молчи. Молча. Распустил я вас, папы. Так, детки, тихо. Да мы вроде тихо сидим. Удивительно. Сообщаю важную информацию. Мы едем в отпуск. Здорово. А куда? Я бы хотела в Америку. А я бы туда, где много красивых животных и мороженого. Но Америка подходит. А я вот о Париже мечтаю. Так, все массово закатали бубу. Наш вариант это к бабушке в деревню, но папка поднапрягся, и мы летим в Турцию. Ну нормально. Какой ты молодец. Круто. А что такое Турция? Сначала я должен объяснить несколько правил. Так, мелкая. Не ныть, не конючить, не истерить, быть рядом с мамкой и меня не трогать. Ну пап! И вот ты все их нарушила. Света. Не ныть, не конючить, не истерить, быть рядом с мамкой и меня не трогать. А также не цогать и не закатывать глаза. Мать. Я поняла. Не ныть, не конючить, не истерить. Не. Главное быть рядом с детьми и меня не трогать. А там можешь и ныть, и конючить, и истерить. Может нам вообще с тобой не ехать? Отличная идея. Э, пап, я пошутила. Ну сколько можно тут сидеть? Ты мне зубы не заговариваешь. Пиво принесла? Принесла. Но это в последний раз. Отхренали. Да потому что хватит. Сходил бы и скупался. Ты хоть раз плавки вообще надевал? Надевал. О, не напоминай. Соседи наши до сих пор на балкон не выходят. Ты посмотри, какие нежные. Я с ними даже поздоровался. Это были немцы, и ты сказал Хэнде Хо. Меня немецкому дед учил. Эй, эй. Так, дети где? Да вон на горке катаются. А, вижу. Это не наш, там в сборке вылетело и башкой долбанулось. Чего? Да это я шучу. А если бы правда что случилось? Так что следи за детьми. Да иди-ка ты знаешь куда. Ага, и через полчаса ты еще пивка принеси. Напьюсь и пойду в волейбол играть. Молодежь учить. Мам, а можно мне шоколадку? Сначала суп, а то аппетит перебьешь. Фу, суп. Держи, давай. Я все. Вот молодец. Получай свою шоколадку. Я что-то не могу ее найти. Цвета! Чего? Ты съел мою шоколадку? Да нафига мне твоя шоколадка? Я вообще-то на пп. Чипсы и кола это не пп. Это не важно. Но сладкое я не ем. Остается только один вариант. Что? Кажется, теперь я тоже на пп. И мне это не нравится. Девочки, я должна сообщить новость. К нам едет дядя Валера. Капец. Ну почему именно сейчас? Только ремонт с прошлого раза доделали. Мам, ну может обойдется? Ты на балкон заглядывала? Папа даже лыжи выкинул, чтобы бутылки уместить. Те самые лыжи, которые у него с восьмого класса? Угу. Жесть. А они по поводу собираются или так? Лучше бы так. Дядя Валера машину купил. Обмывать будут. Ну может мы тогда к бабушке? Дня на три, четыре, на месяц. А что такого? Я бы осталась посмотреть. Помнишь нашего попугайчика? Это который улетел в теплые родные края? Не улетел он никуда. Они его споили. Тогда я голосую за бабушку. Натали, утоли мои печали, вали. Девки, чё такие кислые? Папа, правда, что к нам дядя Валера приезжает? Ты. Тогда мы уезжаем к бабушке. Так вы ещё и сваливаете. Всё, звоню на работу, беру отгулы. Спасибо, девки. Мам, а мы точно сможем вернуться обратно? Ничего, они уже не молодые. Надолго их не хватит. Наверное. Мам, а мы точно не можем вернуться обратно.